Обсудили меры, направленные на создание условий для повышения качества образования. Глава Миноборнауки России Валерий Фольков ознакомился с программой развития Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Вместе с губернатором края Владимиром Солодовым и коллективом учебного заведения они обсудили, как можно повысить привлекательность вуза среди выпускников школ. По словам Валерия Фолькова, на решение этого вопроса направлен ряд масштабных государственных программ. В некоторых из них КамГУ принимает участие. Например, «Приоритет 2030 – Дальний Восток». Цель программы – сформировать пул университетов-лидеров в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. В 2023 году на развитие Камчатского госуниверситета выделено 210 миллионов рублей. Годом ранее вуз получил по программе 71 миллион. Еще один важнейший проект для всего региона – строительство современного межвузовского кампуса в рамках мастер-плана Петропавловска. Здесь на постоянной основе будут учиться более 5000 студентов. Будущий научно-образовательный хаб объединит компетенции двух вузов – шести колледжей и семи научных институтов краевой столицы. Он станет площадкой для совместных исследований уникальной природы Камчатки и Тихого океана с ведущими научными организациями и вузами мира. Главное – выстроить совершенно другое качество взаимодействия в интересах жителей Камчатского края, в интересах города, в интересах северной страны. И вот кампус эту задачу решает. Он не только драйвер развития города и региона в каком-то смысле, но и он на долгие годы вперед признан решить простую еще задачу – стать магнитом для ралантливых людей со всего дня. За людей, чтобы они, окончив школу здесь, в Камчатском крае, поступали в местные университеты, либо, окончив школу в других регионах, приезжали сюда, работали в местных научных институтах, поступали в местные университеты со всего мира. И кампус эту задачу, безусловно, решает. Владимир Солодов отметил, что для него университет имени Витуса Беринга и научные организации региона являются важнейшим институтом развития Камчатского края. Мне очень приятно, что университет Витуса Беринга вошел в программу «Приоритет 2030». Это серьезный импульс, который дан к развитию и перегрузит содержательные процессы, позволит привлечь высококвалифицированных сотрудников, удержать местных очень сильных ребят, ну и в том числе вложиться в развитие приборной базы, необходимое оборудование и размещение. Мы видим, что уже сейчас университет преображается, и даже ребята 1 сентября, когда придут, увидят изменения получше. Валерий Фольков дал высокую оценку опыту КамГУ по созданию новой магистрской программы направления геология, профиль вулканологии и сейсмологии. Сейчас по ней учатся первые российские студенты и один иностранец. Редактор субтитров А.Семкин